Здравствуйте! Сегодня говорим о Сванетии. На лекции постараюсь дать побольше практических советов, чтобы они пригодились людям, которые еще не были, и планируют посетить этот чудесный регион. В качестве вступления немного лирики. Сам я в Сванетии был уже четыре раза. Первый раз попал туда зимой 2008-2009 года. Мы поехали на новогодние праздники. И тогда я помню, что о Сванетии не знал практически ничего. До этого были друзья-скитуристы. Но о Сванетии я знал. Я читал книгу Кузнецова внизу о Сванетии. Я слышал, естественно, и знал известного великого альпиниста Михаила Хергиани. Знал, что в 90-е неблагополучные годы сваны вылезали за границу и грабили туристов, которые неудачно им попадались. Поэтому перед первой поездкой было не то, что страх, но какое-то такое волнение, как оно будет, что получится. На деле же казалось, что ожидания оправдались. Все было чудесно. Сваны-грузины очень гостеприимные. Получилось так, что мы попали зимой 2008 года, 2009 как раз после военного конфликта Южно-Осетинского. Были там единственными русскими в Сванетии. И в хорошем смысле нарвались на потрясающее гостеприимство. То есть нас везде возили, все показывали. И Сванетия оставила очень сильные впечатления. Поэтому немножко отдохнув и походив в другие районы, позже, в 2013 году сюда вернулся уже с маленькими детьми, с детишками осенью мы ходили. В 2018 году мы повторили детский трекинг. И вот буквально месяц назад, несколько недель назад снова я побывал в Сванетии. Мы с друзьями поднялись на вершину Южной Ужба по сложному стенному маршруту. Сейчас я о всем этом расскажу. И о разных путешествиях, походиках. Еще хочется сказать, что Сванетию я очень-очень люблю. Ну, бессознательно как-то получается. Для этой лекции я специально для себя попытался придумать, выделить пункты, почему же Сванетия такая классная, почему сюда хочется возвращаться. На первом месте, наверное, для меня лично это горы. Потому что в Сванетии расположены одни из самых крутых, красивых, высоких кавказских вершин. Это высшая точка Грузии, вершина Шхара, 5,200, там, 3 метра. Вот здесь на фотографии. Где-то здесь. Шхара главная вершина. Она находится во многим известной бизингийской стене. Также в Сванетии находится красивая двурогая вершина Ужба, о которой многие слышали. Ужба прекрасно видна со склонов Эльбруса, видна из Баксанской долины, но немногие знают, что вершина находится целиком на территории Грузии с Сванетии. Поэтому, чтобы на нее подняться и сходить легальные законы без пересечения госграниц, то есть нужно ехать в Сванетию, и тогда можно подняться. Вот, собственно, Ужба с зимнего Эльбруса. Я как раз зимой был на Эльбрусе, немножко пофотографировал. Характерный профиль с ушками. Также горы интересны в плане трекинга, потому что особенности географии в том, что южные отроги главного Кавказского хребта очень короткие, крутые, поэтому можно идти по кондовой классной тропе, не спеша, при этом любоваться шикарными панорамами, потому что ты идешь по тропе, у тебя зеленые перевалы, высотой там 3000 метров не выше, но все время на заднем плане стоят огромные ледопады, гребни, вершины, все это красиво и впечатляет. То есть как меня в свое время там поразило, как фотографа, так и просто было чем полюбоваться. Также в плане гор Сванетия, она мультиспортивна, потому что здесь можно ходить на альпинистские восхождения, ходить в горные походы, ходить в водные походы, потому что главная река Сванетия и Ингурья, это, по-моему, водная пятерка. Много велотуристов пересекают с Сванетию на свой, едут из Рача соседнего региона в Сванетию, дальше на море куда-то. Несколько лет назад на вершине, на склонах горы Тетнульд построили горолыжный курорт современный, то есть можно заниматься практически всеми видами горной активности, ходить в скит-туры, в лыжные походики, все что угодно. Второе, и одно из самых главных, почему Сванетия? В Сванетии отличные, гостеприимные люди, наверное, как и все грузины, но как раз первый раз собираюсь в Сванетию, я немножко был настороже, потому что до этого много путешествовал по Средней Азии, и все равно, общаясь с людьми, там не получается полностью расслабиться, потому что там другой менталитет, это торговля на базаре, где-то что-то еще, даже если люди тоже гостеприимные и хорошие, все равно по-другому. Сванетии в Грузии можно полностью сконцентрироваться на природе, на отдыхе, ну и получать удовольствие, не задумываясь о каких-то вопросах сейчас безопасности, вопросах денежных, там и чем-то таком, то есть очень гостеприимно, радушно и хорошо. Третий вопрос, это... Третий аргумент за выбор Сванетии, это богатая история региона, потому что в Сванетии очень много древних церквей, восьмого-десятого века практически у каждой семьи есть такая небольшая церквушка, родовая, есть более большие церкви, монастыри, все это интересно, красиво, есть знаменитые Сманские башни, которые не только интересны в плане истории, они и украшают пейзажи, район, потому что когда смотришь на горы на фоне замков, башен, тоже очень как бы необычно и красиво. Следующий пункт такой, это, наверное, грузинская кухня, потому что, на самом деле, когда ходишь в какую-то более-менее серьезную туристскую или пенистскую экспедицию, поход, все равно в какой-то момент после диетической раскладки питания начинаешь мечтать о вкусностях внизу. И тут ты точно знаешь, что ты можешь спуститься, а там будет хачапури, аджахури, шашлык и все остальное. Немножко тяжело горнолыжникам, потому что они не успевают все это переваривать и, конечно, к концу, наверное, поездок натянули, они немножко округляются, но тут что поделать. И такой еще пункт, это наличие в Грузии моря, потому что можно сесть на машину, на маршрутку, на автобус и за несколько часов оказаться на море. К сожалению, из-за современных границ у нас немногие регионы Северного Кавказа граничат с морем, то есть из большинства республик нужно объехать весь Кавказ и попасть на Черное море. Здесь это все просто. Еще хочу сказать, что, конечно, Сванетия сильно меняется, и меняется буквально на глазах, потому что в том же 2008 году в Месте, это город-столица Сванетии, было фактически там две кафешки, пару отелей и все. То есть мы жили в гостевом доме, где нас принимали хозяева этого дома. Там же питались, сейчас в Месте это развитый большой туристический центр, десятки кафе, десятки отелей, хостелов, гостевых домов. Восстановили аэропорт, который работал в советское время, дальше там в 90-е там паслись коровы, было просто летное поле, сейчас регулярно летает из Тбилиси туда небольшой самолет, построили горнолыжный курорт, то есть все быстро меняется, то есть, возможно, уходит колорит, потому что понятно, что цивилизация наступает и немножко это все вытесняет, но комфорта становится точно больше, потому что Месте, ну, относительно большой, популярный там поселок, городок, где можно купить газ, продукты, все что угодно, снаряжение и пойти в горы, даже если что-то забыл дома. Какие-то иллюстрации. Переходя к главному минусу этого района, можно сказать о логистике, потому что, к сожалению, в настоящее время отношения между нашими странами не очень дружественные, нет прямых рейсов и, чтобы попасть в Грузию, приходится лететь через третьи страны. Мы сюда, в этот раз, вот этим летом, летели через Минск, то есть перелет Москва-Минск, Минск-Тбилиси. Также есть вариант с Ереваном, то есть можно прилететь в Ереван, сесть на автобус, там часа три до Тбилиси на автобусе. Ну и было много рейсов через Турцию, из Турции самолеты летают и в Кутаиси, и в другие города. Это даже, как бы, в другие сезоны доступная наземная граница, то есть есть рядом с Казбеком, если попаду сюда где-то, вот в районе поселка Степан-Сминда, есть военно-грузинская дорога, и летом здесь можно без проблем проехать. Мы так делали два раза как раз с детьми. Сейчас из-за ковида Россия выпускает на машине за свои границы только на основании каких-то серьезных документов, то есть нужно куда-то там, не знаю, обзавестись путевкой на лечение в какой-то грузинский санаторий или что-то еще придумать такое, то есть так просто не поехать. Грузия выпускает, обратно как бы не въехать. То есть теоретически можно прилететь и уехать. Например, в современные пандемийные времена Грузия более-менее открыта по сравнению с другими странами. Для привитых требуется сколько-то сертификата прививки, причем спутник наш принимается, в отличие от Европы. Тем, кто не привит, нужно иметь с собой трехдневный свежий ПЦР-тест и на месте на третий день сдать еще один ПЦР-тест. Благо в Мессийской больнице городской ПЦР-тест можно тоже сдать, поэтому получается все без отрыва от каких-то спортивных планов, от отдыха, то есть можно просто найти полчаса, сдать этот ПЦР и дальше гулять и путешествовать. Сама Сванетия находится на северо-западе Грузии, вот город-месте столица. Сейчас чуть-чуть перемотаю. Разделяют более крупно. Сейчас сам сориентируюсь. Вот примерно Сванетия. На юге она ограничена Сванетским хребтом, на севере главным Кавказским хребтом. Вот эта вот линия, эта граница с Россией. Разделяют верхнюю и нижнюю Сванетию. Нижняя Сванетия – это местность на южных склонах Сванетского хребта. Мы говорим больше о верхней Сванетии. Она фактически образована одной долиной реки Ингурья. Вот эта вот большая река Ингурья. Она потом впадает, не впадает, а образует водохранилище большое, где стоит ГЭС красивая большая. Сейчас тоже будут фотографии. Собственно, как бы, вот. И еще такой момент, что сейчас, чтобы попасть в Сванетию, приходится объезжать весь Сванетский хребет по югу, добираясь до Зугзиди. И дальше уже по горной дороге. Сейчас она современная и хорошая. Можно приехать вместе. Но активно строится дорога с восточной стороны. Грунтовка уже есть там для полнопроходимых машин. Но все надеются, что в скором времени можно будет из Кутаиси напрямик проезжать вместе без большого крюка через Зугзиди. Еще местные говорят о слухах, о строительстве туннеля. Где-то вот здесь, ну, не знаю, насколько это будет быстро и будет ли вообще. А так, еще чуть-чуть, чтобы там закрыть вопросы логистики. Мы приехали, прилетели в Тбилиси. Из Тбилиси можно попасть следующим способом. И ходят поезда по железной дороге до поселка, до города Зугзиди. То есть я вот обратно вернул в Тбилиси. Вот Зугзиди недалеко от побережья находится. И отсюда уже дорога вместе. То есть либо поездом до Зугзиди дальше маршруткой, либо автобусом маршруткой из Тбилиси сразу вместе, ну, или машиной. Либо, как я уже говорил, есть самолет в Тбилиси вместе, но он небольшой, зависит от погоды. То есть я бы его рассматривал больше как аттракцион. Если хочется посмотреть на Кавказские горы сверху, полетать на самолетики там, ну, то можно. А если все-таки важны сроки, и нужно улететь, ну, или попасть, то есть лучше делать это с наземным транспортом, потому что если в горах туман и непогода, то такой самолет не полетит. Там аэропорт в горном ущелье находится. Вот как раз Ингурская ГЭС, ну, такая красивая, красивая, большая полотина, находится в пяти минутах от трассы в сторону мести, поэтому вот кто поедет автотранспортом, советую заглянуть туда, сделать небольшой крюк и посмотреть тоже на строение. ГЭС интересна тем, что она, несмотря на конфликт, поставляет электроэнергию и в Абхазию, и в Грузию, то есть все от нее питаются. В Сванетте живет не очень много людей. Население Сванетте где-то порядка 20 тысяч человек. Вместе в столице, в самом крупном городе, 2,5 тысячи. В основном это двухэтажные строения. В центре построили какие-то гостинички, там здания полиции, муниципальные здания чуть-чуть повыше. Так, как бы, ну, понятно, что много разных сел разбросано по всей Сванетте, но здесь можно выделить, кроме мести, это Ужгули, это высокогорный поселок на востоке Сванетти. Он везде в энциклопедиях, как там самый высокогорный поселок Европы. Ну, наверное, таких поселков очень много. В Европе везде, потому что я, ну, про многие населенные пункты слышал подобное. Там высота 2200 метров. Он интересен тем, что, если мести, это туристический центр, и там Сванские башни, и вот такая каменная кладка стоит по-соответству с пластиковыми стеклопакетами, с чем-то еще, то здесь, как бы, в Ужгули стараются не застраивать, ну, то есть не использовать современные материалы, что-то реставрируют. Эти башни все реставрированы, потому что понятно, что если там порядка тысячи лет все уже там несколько раз приходило в негодность, потом восстанавливалось и так далее, да, ну, по крайней мере, стараются использовать какие-то такие исторические материалы, хотя в любом случае какие-то тарелки попадаются, но в любом случае очень интересно и необычно. Сейчас в Сванетте активно строится и построилось много дорог, потому что в 2008 году из Угдити вместе, то есть в столицу Сванетти ввела грунтовка ухабистая и была доступна только там полноприводному джипу, ну, то есть, может быть, на ляковушке можно проехать, не спеша и очень медленно. Сейчас лежат современные бетонные плиты, где-то асфальт, где-то плиты. Вот, например, в 2018 году в село Мазерия еще не было дороги, а в 2021 ее уже проложили, и практически вот это южная вершина Ужбы, под Ужбу можно заехать на машине и пойти трекинг прям сразу, потому что еще три года назад здесь тоже, как бы, была дорога с ямами, там, с коровьими лепешками и так далее. Вот. Лепешки, кстати. Так что, в 2008 году еще, да, то есть, настолько была интересна дорога, что ее даже не успевали обслуживать, чистить, и мы, например, после нашего, там, зимнего путешествия, чтобы попасть на самолет, пытались выехать в непогоду, вручную со сванами чистили, откапывали какие-то лавинные конусы, которые перебили эту дорогу, то есть, пытались своими силами как-то вот, то есть, сванетия была, как бы, как сказать, краем цивилизованной всей Вселенной, то есть, ну, другим миром, отрезанным вообще от всего остального. Сейчас это не так. Сейчас легко сюда попасть. Дальше я расскажу о трекингах, посмотрите, простых туристических маршрутах. Понятно, что здесь можно ходить по ходу спортивные разных категорий сложности, есть разные перевалы, но про сложные вещи, которые требуют какого-то специального снаряжения, поговорим лучше на примере альпинистских восхождений. Сейчас же я, как бы, расскажу о наиболее популярных маршрутах, которые доступны любому, ну, человеку, который просто хочет пройти пешком, отдохнуть и увидеть сванетию горы. Начнем с трекинга Мазери-Местия. Теоретически его можно пройти вообще за один день налегке. Есть, правда, ну, тут не очень, я, наверное, карта километровка, то есть два километра это квадратик, для понимания масштаба. Понятно, что большие наборы высот. Мы ходили с детьми, поэтому мы чуть-чуть отошли, заночевали. Дальше была ночевка уже где-то за перевалом, потому что попали в небольшую непогоду, а так как бы, то есть это простой видовой трекинг с видами на Ужбу. В тот год мы приехали вместе на своих машинах, их спокойно здесь забарковали, оставили. Без проблем можно найти любой транспорт и пойти поехать. Мы тогда гуляли с маленькими детишками, дело привычное. Вот вершина Южной Ужбы. Это вот такой вид из Мазери села. Еще от села Мазери часто ходят смотреть на водопад из-под Ужбинского ледника, причем сюда приезжают туристы выходного дня из Грузии, потому что на самом деле это огромный водопад высотой там, не знаю, под 100 метров. Не знаю, замерзает он зимой или нет, потому что, может быть, сюда еще можно приехать с какими-то спортивными целями. Да, но так он впечатляет. Огромный поток воды. Люди входят, тоже смотрят. Мазери, вот, ну, начинается трекинг с горной дороги, которая понемножку переходит в тропу. Вот вершина Ужбы, какие-то стоят домики, балаганы. Все тропы маркированы, но все равно легко очень заплутать, потому что в этом году мы тоже ходили туда, вот за угол дальше акклиматизироваться, получить акклиматизацию, погулять. И, ну, я двум парам инострасов, которые вместо перевала Гуль, который ведет вместе вот сюда наверх, ушли куда-то дальше по леднику, объяснял, пытался объяснить, куда им идти, потому что люди теряются, у них нету, оказывается, там даже какой-то навигации простой, поэтому сейчас современные средства навигации, там телефон с GPS, там ОСМ-карта позволяет здесь нормально ходить, потому что все эти тропы, они нанесены на карты, и проблем здесь нет. Тоже, вот, одни и те же домики, может быть, по фотографии не видно, но вот снятые в этом году, и снятые в 2018 году. В 2018 году мы ходили... Я, наверное, сейчас... В 2018 году мы ходили ближе к осени, да, я хочу сказать, что чуть-чуть про сезон, что, наверное, ближе к осени, даже залезая на сентябрь, там, возможно, более комфортно, чуть более, как бы, прохладно, но нет такой... Нет внизу жары и больше цветов, потому что сейчас мы ходили... Ну, где-то ордодендроны чуть-чуть свели, но минимально. Вот в сентябре все в цветах, все красиво, все вокруг. В сентябре тепло, нормально. Сейчас дальше расскажу, как бывает еще. Как раз то, что один раз мы были в начале октября, и там было уже не очень тепло. Нет, если брать трекинги, то тут, как бы, небольшие высоты, перевалы, они до 3000 метров. Поэтому, ну, снега... Ну... Здесь нормально. Здесь нормально, как бы, вот такого... Мы ходили. В Алтай, да, все-таки... Нет, здесь, во-первых, еще, наверное, оказывает влияние Черное море, потому что это южные склоны. Во-вторых, все-таки, широта, я думаю, что южнее, чем на Алтае. Ну, и на Алтае там тоже более континентальный климат. То есть вот такие виды. Шинужба. Дети забрали у пастуха лошадь, катают друг к другу. То есть вполне все гостеприимно, хорошо. Можно не бояться, в случае чего понятно, что где-то сверху на стоянках комфортно и больше видов, но мы вот только приехали, отошли, встали в нескольких переходах от жилого селения. Здесь нет проблем таких вот, как, не знаю, там на Северном Кавказе, что кто-то может прийти, там настойчиво знакомиться. Все спокойно. Вот мы с детьми абсолютно нормально встаем. Какие-то домики-балаганы. Поднялись на первый перевал. Перевал называется Гуличала. Как раз его нужно перевалить, и дальше начинается спуск в сторону мести. Остались какие-то снежники зимы. Дети в восторге. Ну, немножко испортилась погода, но в любом случае, как бы, спуск идет по какой-то тропе. Да, есть какие-то небольшие броды. Например, да, вот это конец августа, начало сентября. Небольшой дождик даже может, конечно, группу заморозить. Поэтому в любом случае нужно иметь непромокаемую куртку, иметь какую-то пуховочку, чтобы потом пододеть. Потому что я помню, что вот в какие-то моменты этого походика мы ходили в майках, в шортах, и было очень жарко. А вот в этот день мы, и дети замерзли, спрятались в каком-то балаканчике под крышей, там вскипятили чай, пододели теплые вещи. Тогда только более-менее согрелись, детей отогрели, спустились вниз вместе уже в цивилизацию. Поэтому все-таки это большие горы, и действительно погода может быть разной. Вот такие тропы. Вот это как раз фотографии с этого же трекинга, сделанные в начале октября 2013 года. Мы тоже хотели сюда детский поход, и, говорит, мужчина, немножко попали, уже не попали в сезон, вылезли за его границы. Потому что, наверное, сезоном для горной Сванетти летним можно назвать середину июня, конец сентября. На октябрь лучше не залезать, потому что до этого несколько лет в октябре снега наверху не было. У меня ходили знакомые велосипедисты, эти маршруты, все было хорошо, нормально. А в этом году снег выпал, причем он выпал в достаточно большом количестве, и он уже до зимы как бы никуда таять не собирался. Потому что одно дело, это мокрый снег, который выпал, вас засыпал, вы там поставили палатки, спрятались, он растаял, вы пошли дальше. Другое дело, это уже, не знаю, 20 сантиметров снега, и вот уже достаточно большое количество серьезное. То есть он уже не растает. Поэтому тут вот мы вышли, наоборот, из мести с маленькими детьми, то есть переночевали одну ночь, и срезав даже часть этого трека, ушли вниз и переехали в тот год в более низкие, теплые горы в районе Борджоми, потому что дети восприняли это как приключение, потому что после лета снег им был в радость, а взрослые поняли, что в таких условиях уже отдыхать нормально не получится. Вот, кстати, вершина Титнульд или Титнульди, тоже такой символ сванетии Титнульди, потому что у нас у всех называется Титнульд, но на самом деле это женское собственное имя, поэтому Титнульди, наверное, более как бы на наш русский манер. Правильно, да, и сваны называют Титнульди, вершину. По фотографии, какое время? Октябрь, начало октября. Сначала? Да, да, то есть начало октября, то есть внизу все хорошо, но уже видно по... Да, я понял, алиния снега, это какая высота? Ну, наверное, уже две с половиной точно, даже может быть чуть-чуть пониже, потому что высота месте дна долины где-то полторы тысячи метров. Вокруг земленка он выпал, но он выпал основательно, то есть это не то, что он выпал, он выпал достаточно много. Ну, такой год, но все-таки я советую не рисковать, понятно, что краски очень тоже интересны, потому что желтые листва, она классная, красивая. Все, но вот с погодой можно не попасть тогда. тоже вершина Цитнульт, рядом известна вершина Гестала, она как бы на границе стоит Россия и Грузия. Тоже в банке, какие-то ночные фотографии. Вот он напротив стоит Сваневский хребет, на самом деле сейчас будут еще летние фотографии, летом он такой страшный, грозный, как здесь смотрится, и здесь много простых перевалов трекинговых, но тут тоже уже выпал снег, и сейчас это смотрится как настоящие снежные крутые горы. Эта фотография вместе в башне, в башню, ну, то есть вместе есть несколько башен, музеев, можно туда пройти, вам расскажут о истории там постройки, зачем они нужны, для чего, все покажут, но еще несколько лет назад можно в некоторые башни было просто залезть, попасть просто так, потому что были какие-то лестники, вот мы в какую-то в эту башню залезали, сейчас таких возможностей стало меньше, и все уже немножко более цивилизованно, но за деньги, к сожалению. Дальше расскажу о самом, наверное, зрелищном трекинге с фанетии, он идет вдоль, как раз начинается из-под Тетнульда, вот вершины Тетнульд, дальше идет вдоль безингиской стены, в которой собраны вершины пятитысячники, то есть он достаточно зрелищный и красивый. Начинается этот трекинг в селении Адиши, здесь царит такая разруха, какие-то старые башни, полуразрушенные дома где-то, потому что это в 18-м году, я понимаю, на месте еще хватило средств, всего ее сделали под туристов, соседние села еще достаточно оставались бедными, потому что люди здесь до этого жили с натуральным хозяйством, сейчас появился туризм, сейчас понятно, что все под туризм пытаются перестроиться, да, насколько я знаю, местным жителям дали какие-то беспроцентные большие кредиты, многие смогли отреставрировать свои дома, открыть рестораны, кафе, и сейчас принимают туристов, но это в местах, которые находятся в турпотоках, потому что в село Адиши сюда до сих пор идет грунтовая плохая дорога, и здесь людей немного, тут такая чуть разруха сванский хлеб. Да, встречается много старых церквей с фресками, как я уже говорил, что было принято у больших кланов фамилии иметь свою такую церквушку, они зачастую открыты, можно спокойно зайти, причем церквушка находится в горах уже на треке, не в самом селении. Дальше трек идет под Адишский ледопад, ледник, по-моему, Лаар-Дат, как так называется, для всех туристов это Адиш, Адишский ледопад, это один из самых сложных ледопадов Кавказа, он спортивными туристами все-таки даже сейчас иногда ходится, вот ходила украинская группа на спуск, но сейчас с активным таянием Кавказа конечно немножко все страшно и небезопасно, но трекинговый маршрут идет по тропе вниз до ледника, даже под языком его пересекает и уходит на соседний отрок, то есть можно идти по тропам и любоваться такими видами, точнее фотографии чуть плохо видны, по дороге грибы, ягоды, как всегда на Кавказе, тоже большой компанией, мы ходили человек 25 в этот походик, как я уже говорил, мы раскладку и еду привезли снизу, потому что там расположены большие супермаркеты, магазины, так вместе в принципе тоже все можно купить, там есть сеть спар, есть какие-то отдельные магазины, то есть все можно достать, есть газ, понятно, что если газ вы привезете с собой из Тбилиси, это будет дешевле, ну раза в полтора, но в принципе если вы что-то забыли, то проблем нет, пополнить запасы вместе. Тоже вот продолжаем идти вдоль безингиской стены, вот такие вершины, когда попадаются броды, спортсмены переходят, так и детей переносят, менее спортивные люди могут, а там дежурит местный паромщик, который на лошади всех желающих перевозит, такие виды на ледопады, на горы. Тропы размечены указателями с указанием времени до какого-то ориентира большого пункта, то есть ходить удобно, хорошо. Что касается костров, то есть мы встречали легкоходов, которые не брали с собой горелки вообще, они пытались готовить на кострах, на веточках. Это возможно, кто-то любит так путешествовать, пожалуйста, но тоже это все на любителя, потому что мы встретили польскую пару, которая вроде после дождя спросили нет ли у нас горелки себе приготовить еду, потому что нужно понимать, что это возможно очень легко, но не очень комфортно, возможно проще взять небольшую горелочку и готовить все-таки на газе. Черной перевал. Смотрите, очень интересно, за туристами ходят собаки, причем мы шутили, что это чуть ли не какие-то пограничные собаки, потому что ты приходишь на перевал, встречаешь группу, с ними собака из местных и с нами собака из местных. Они меняются и наша собака уходит с ними в свою долину, а их собака идет с нами в их долину. И так происходило не один раз там собаки 34 мы поменяли. за этот трек. Тоже как бы чуть скажу про карты, то есть картами надо современными электронными не забывать пользоваться, потому что здесь нашли какой-то бревенчатый мостик, он отмечен на ОСМ электронной карте, заобедали на той стороне и через полчаса вышла промокшая группа туристов, которая эту реку по пояс в воде бродила в 100 метрах от мостика. Просто у них генштаб советский, бумажная карта не было современных интернет-карт. Тоже можно расслабить вот как раз ребята из Польши. Они, получается, разметочки поставили, а мостики не делали? Ну, да, да, то есть тропы они не занимались? Не занимались, да, то есть в таком большом масштабе не занимались, то есть поставили разметку, то есть тропы хорошие, просто потому что это очень популярные маршруты, здесь ходит много людей, да, то есть этим они пока как бы не действительно не занимались. Иногда встречаются заросли ордозендрона, где там с утром нормально детям приходится пролезать чуть с трудом. Тоже виды на Ужбу. Чуть позже буду рассказывать о восхождениях на Ужбу. Вот здесь как раз виден один из классических маршрутов простых, это вот четверка на Седловину, на Северную вершину. Она сейчас очень сильно потаяла и к сожалению сейчас ее ходить невозможно, потому что очень опасно. Ходят на вершину по этому кремнию. Да, вот идешь и все время любуешься, вот например вершина Джанги Тао, тоже пятитысячник. Любуешься вершинами. Я сейчас отдельно расскажу с фотографиями, он будет как перечни вершин. Тоже вершина Шхара, как раз вот такие виды, леднички, тропинки. То есть при желании этот трекинг второй в спокойном темпе занимает пять дней, при желании тоже можно в некоторые долины подвести, завести какие-то еще забросочки. Ну уже в принципе и на пять дней как бы стащить с собой много не приходится. Вода чистая, например даже хоть и озеро, но с ключами чистыми. Много отчетов в описании. То есть каких-то проблем, ограничений нет. Еще хочется сказать вот как раз вершина Шхара. Такая достаточно сложная вершина, потому что и с российской стороны сюда идет сложный альпинистский маршрут категории 5А категории сложности. Из Грузии самый простой маршрут 5Б по этому ребру. Самое интересное, что все, наверное, слышали о альпинисте Михаиле Хиргиане, но вот этот маршрут на Шхару это маршрут Бегну Хиргиане, а классика на Южную Жбу это маршрут Габриэля Хиргиане. То есть у них в семье были еще альпинисты и вообще Сванесия очень интересна тем, что это местные жители, активно ходили и продолжают ходить в горы. То есть не во многих регионах такое можно встретить, потому что сейчас мы вот перед восхождением Нужбу ходили регистрироваться в местное МЧС и нас проконсультировали по маршруту. То есть там люди, которые альпинисты, спасатели, они все это знают, понимают и могут подсказать действительно вот как там ничего, ну какая там обстановка проконсультировать по маршруту. Цветов очень много, это вот 18-й год тоже уже вот если заметили, другая совака. За этим хребтом уже начинается район Рача, это вершина Ай-Лама, то есть уже как бы конец Сванетии, фактически прошли ее границы. вот такие треки. Здесь, например, уже трек менее популярный, тропы как таковой натоптанной нет, но пройти можно без проблем, тоже есть отчеты, и в принципе все доступно даже маленьким детям, потому что у нас дети возрастом от 4 лет шли самостоятельно. Тоже вон Шхара, вершина, вон семья туристов с детьми, поэтому все как на ладони, очень зрелищно, красиво. Есть современные церквушки наряду с историческими. А это Сванетский хребет, тот, который был заснеженный на предыдущих фотографиях, то есть здесь тоже возможны и доступны достаточно простые и интересные треки, просто чуть меньше информации, поэтому нужно возможно где-то ее отдельно поискать, покопать, но долины зеленые, то есть нет никаких ограничений, то есть самое главное разобраться с мостиками, с бродами, чтобы может быть какие-то большие реки не бродить. Но здесь как бы сильно больших рек нет, потому что оледенение сильно меньше, чем на ГКХ. И тут мы спустились, то есть этот трек заканчивается как раз в общине Ужгули, она состоит из четырех по-моему сел, и здесь музеи, башни, все это на фоне гор, стен, очень как бы интересно. Есть Краеведческий музей, можно его посетить, там расскажут о истории. Это все Ужгули, то есть это все как бы Ужгули, это верх просто по склону в сторону как раз Шхары и Безингисской стены. И следующая фотография там из башни по-моему снимали вниз. Ну, то есть это одна община Ужгули и несколько сел, они все объединены, по-разному называются. Про башни интересно, потому что до сих пор историки там немножко, то есть есть много версий, зачем эти башни нужны, и уже современные сваны тоже как бы путаются. Единственное, что можно сказать, что понятно, что башни это какой-то престиж семьи, и многие семьи сейчас гордятся, что вот говорят у нашей семьи там 8 башен, а вот у кого-то это больше всех в этом селении и так далее. Так понятно, что какие-то крайние башни несли оборонительную и сигнальную функцию, а в какой-то момент просто они перешли в какие-то родовые башни, и насколько я понимаю, насколько я читал, то есть было престижно, что там родился мужчина, они там строят еще одну башню, и чем больше башен у семьи, тем, потому что теоретически это, ну, то есть в башне можно выдержать какую-то осаду, сверху есть бойницы, снизу они оборудованы так, что можно туда загнать скот, хранить дальше запасы еды, что-то еще, но все понимают, что какую-то серьезную длительную осаду в этой башне не выдержишь, потому что источника воды там нет, топить ее зимой невозможно, дымохода нет, ну, то есть это вот больше, как бы так. Горнолыжки здесь нет, горнолыжки нас в склонах тетнули, да я сейчас чуть-чуть дальше тоже расскажу, покажу. Понятно, что еще, как бы, не совсем все цивилизованное, понятно, что вылезаны, вычищены Европы, там, шаманисты, сравнивать тяжело, потому что есть какие-то вагончики, ларечки, потому что понятно, что людям нужно было в 90-х в тысячи как-то выживать и все строили как везде из всего, но понемножку все, как бы, башни восстанавливаются, что-то меняется в лучшую сторону, то есть Сманетти и Грузии вообще очень активно развивают туризм и огромный плюс региона в том, что вообще нет никаких препятствий, то есть есть огромное содействие, нужно пойти на вершину главного каковского хребта, куда у нас не пускают, идешь к пограничникам, тебя записывают в тетрадку, дают пропуск, ну, нормальный пропуск, общая теми ты показываешь, пропускают и никаких ограничений нет там. Нужно пройти туда-сюда и все как бы открыто, никаких ни заповедников, ни нацпарков, ну, в этом плане как бы путешествовать где хочешь, потому что, например, на ту же бизингийскую стену из России сейчас попасть невозможно. Если раньше люди ходили в обход каких-то официальных, ну, условно, законов, рекомендаций, то сейчас там все серьезно, у нас у пограничников серьезные бюджеты, там это все ушло под ФСБ, летают дроны, какие-то камеры, датчики и так далее. То есть себе дороже будет куда-то там лезть, тебя поймают, а потом оштрафуют в лучшем случае. Сразу, то есть не нужно ничего заранее высылать. Я тоже специально узнавал, то есть у них есть сайт какой-то, ну, специальное министерство туризма, туда можно выслать заранее данные, но я специально консультировался, они сказали, что это необязательно, и действительно можно не по месту все это решать. Вот как раз немножко про зимнюю Сванетию. Сразу вот схема, фотография курорта на Титнульде. Он достаточно новый, как я уже сказал. У меня катались, там отдыхали друзья, говорят, что горловышка там достаточно пологая, то есть каких-то черных трасс нормальных тут нет, зато есть катание вне трасс, то есть можно подниматься на подъемнике и спускаться куда-то, если можешь, если умеешь. Нужно понимать, что, конечно, снега в Сванетии очень много, и не факт, что еще вертолеты в Грузии есть, но не факт, что спа-службы работают очень оперативно и хорошо, поэтому, если вы куда-то ходите с китур и катаетесь где-то вне трасс, то есть нужно иметь все снаряжение, иметь лучше компанию, которая тебя поможет откопает, спасет, и вообще иметь опыт, чтобы какие-то неприятности не лезть. Вот тоже это не моя фотография, фотография из интернета, вот так вот выглядит канатка. То есть, возможно, понятно, что с точки зрения горнолыжки не самый современный продвинутый курорт, но в сочетании со Сванетией, с видами с кухней и с башнями достаточно интересный. У меня многие друзья там уже побывали. А как раз это фотография 2008 года, мы ходили небольшой лыжный походик, вот тоже вершина Ужба, ходили на туристических лыжах, это вершина Лутау, многим знакомая с другой стороны, вот здесь тоже такая трапеция, большая, более скальная. Лыжные походы и скетур в Сванетии как бы, ну, Сванетия очень подходит для такого отдыха, потому что много длинных, больших ледников, нет крутых отрогов и поэтому относительно все плоско. Есть большие перепады, но можно какими-то холмами брать и подниматься. Мы, например, ходили, там есть такой ледник Ликзыр, он с протяженностью, не знаю, там 20-15 километров шли седловинку, дальше уходили в большую долину. То есть, есть где походить на лыжах, потому что на северном Кавказе очень изрезанные долины и там, ну, из-за этого достаточно лавина опасна. Здесь, понятно, что тоже снега много, все, но здесь лыжные походы и тем более скитур, там, скитур в ботинках жестких возможен. То есть, на правую ходили, перевал Башиль там? Да, мы, кажется, перевал Башиль ходили. Вот фотографии, вот где-то куда-то спускаемся вниз. Слышка за Дуганского летопада не видно? Что тут нету? Нет, какие-то фотографии есть, здесь их не будет, да, какие-то фотографии, наверное, есть, но это 2008 год и все очень сильно меняется, потому что чуть дальше я буду рассказывать про Ужбинская плата и даже за те 11 лет, вот между 2008 годом и этим летом там очень сильно все поменялось, поэтому те фотографии, они уже не актуальны. Кавказ тает, к сожалению, активно. То есть, снега много, доступны любые путешествия. У меня есть тоже друзья, которые ходили фактически, как бы, ну, почти на легке, ну, в жестких скитурботинках катались, под тот же Титнульт, можно подниматься на подъемнике куда-то уходить. Ну, то есть, масса, масса вариантов. Тоже это вот вместе зимой. Дальше расскажу про вершины. То есть, на этом немножко о походиках, о треках закончим говорить. На фотографии вершина Лайла, вот, наверное, вот здесь она, это высшая точка Смоневского хребта, очень популярна сейчас у коммерческих туристов. Я такие вершины называю трекинговыми вершинами, не потому что, как бы, не потому что туда можно зайти пешком, совсем без снаряжения, на Лайле нужны и связки, и кошки, это больше гималайское понятие. То есть, трекинговая вершина это та вершина, куда организованы коммерческие восхождения. Она может быть иметь какую-то альпинистскую категорию, это не обязательно совсем простая вершина. И вот Лайла очень популярна, потому что это высшая точка, и с нее открываются шикарные виды во все стороны. Чтобы попасть на Лайлу, даже если вы альпинист и не турист, придется стать немножко туристом, потому что вот дорога долины Ингури, вот я тут нарисовал фиолетовым трек, придется перевалить через хребет в районе перевала Чижди 3100 метров, то есть где-то долина 1500 метров, то есть порядка полутора километров набора, дальше идет спуск под ледник и уже восхождение на саму вершину Лайла. Вершина Лайла высотой 4000 метров, поэтому если вы новичок в горах, нужна акклиматизация. Вот было бы, например, отлично пройти какой-то из треков, которые я раньше до этого показывал и в завершении сходить на ту же Лайлу, потому что действительно восхождение на эту вершину доступно новичкам, может быть, не совсем новичкам, то есть нужно иметь либо опытных друзей, которые подскажут, как связаться в связке, там проведут занятия какие-то ледовые, либо это коммерческое восхождение, потому что мы встречали коммерческие группы, которые проходили на ночевку под ледник, у них был день заложен на то, их элементарно обучают на какие-то простые занятия. Сейчас дальше покажу на Лайле, то есть тут не нужно не лезть ничего, то есть просто через обойти трещины в связках и подняться. Это вот предыдущая фотография седловины перевала, сюда идет большая тропа, есть, как я, хижина на пути, где можно переночевать, чтобы не тащить с собой куда-то там палатку. Мы видели группу снаряжения, которые на лошадях забрасывали в точку ночевки, то есть можно ходить тоже совсем налегке. Дальше вот нитка идет в направлении вершины. Такое озерцо на ночевке. Опытной группой ходится восхождение из условно из мести и в мести, из цивилизации за два дня. То есть первый день вы подходите через перевал на ночевку, второй день вы рано утром выходите, где-то в 10 утра вы на вершине и успеваете спуститься обратно. Если не хотите куда-то очень быстро бежать, то можно на три дня все растянуть. Видны популярные вершины западного показа. Это Гвандра, высшая точка района Узункол. Это Даллар, торчит вершина. Вот такой ледничок в обход ледопадиков более-менее пешком. Чуть-чуть крутоватый участок при выходе на гребень, но и то все пешком. То есть можно вот еще вот ребята так ушли и по особи уже поднялись. То отличный виден Эльбрус. Видна Ужба. То есть видовая вершина очень красивая. Наверху площадки можно мы там остановились скипятили чай, потому что в хорошую погоду можно было не спешить. Отличительной особенностью Сванетти является наличие сотовой связи практически везде и интернета. Потому что почти в каждом селе расположена сотовая вышка. То есть если вы от этого села каким-то отрогом вершины не закрыты, а вершины находятся по обеим сторонам долины Ингури, то фактически везде есть сотовая связь. Можно для любителей для блогеров идти в интернет и публиковать свое путешествие онлайн. С одной стороны это хорошо, с другой стороны цивилизация в таком количестве уже чуть-чуть мешает. Вот спуск вниз. Обязательно на треки и на такие восхождения с собой нужны трекинговые палки. Потому что мы считали у нас например мы утром сходили на вершину перевалили перевалы спустились у нас 3000 метров сброса за день. Понятно что какие бы колени тренированные бы не были немножко тяжело они в любом случае даже с палками гудят без палок наверное уже нормально не спуститься и было бы совсем тяжело поэтому палочки очень как бы рекомендую. Вот внизу дорога села. Дальше чуть-чуть расскажу о следующей так называемой трекинговой вершине Тетнульди. Это визитная карточка с Фанетия почти 5000 не помню 4960 или 4940 высота. Вот так эта фотография уже снежная но вот примерно так выглядит классика то есть все идут простой перевал поднимают сюда под гребень на гребень и дальше маршрут по гребню то есть вот до этой части все пешеходное и простое возможно чуть-чуть в связках по гребню в зависимости от сезона иногда нужно страховаться крутить ледобуры потому что он достаточно крутой и в начале сезона летнего здесь еще снег можно пройти пешком даже видна тропа от восходителя я сам на Тетнульде не был у меня был друг он мне прислал фотографии попросил то есть можно пройти просто по тропе потому что вроде не очень круто но там стена и можно уже улететь подскользнуться поэтому здесь уже нужна страховка к сожалению часто доводится встречать людей не совсем подготовленных на Тетнульде потому что гора все-таки относительно сложная имеет категорию 2б альпинистскую то есть это уже для людей с какой-то подготовкой и наши друзья тоже были в этом году встречали пару которая вышла утром а спустилась спустя больше чем ходили наверх больше чем 24 часа потому что девушка устала ей было тяжело и она здесь уже когда там лед не могла нормально спускаться он ее на веревочке как-то выдавал но это уже немножко не в удовольствии непонятно зачем зачем нужно поэтому лучше как бы либо с опытным напарником либо постепенно набраться опыта ходить вот вот такой гребень то есть какие-то ну даже каких-то больших карнизов нет более-менее он ровный спокойный его часто ходят также в туристских походах многие группы московские ходили каких-то проблем нет но единственное что нужно обязательно страховаться потому что также был ну да вот был случай когда по-моему два года назад белорусские альпинистки улетели в ту сторону там не все хорошо кончилось да поэтому ну это уже как бы серьезная гора но при этом коммерческая тоже очень популярная дальше расскажу о трекинговых вершинах ужбинского плата а ужбинском плата вот это вот плата еще я так нет ужбу я не трогаю есть вершины поменьше и попроще ужбинская плата со стороны России выглядит достаточно сурово и на самом деле ужба то есть маршрут но вершина ужбы четвертой категории сложности иногда туристы даже в пятерках в горных пускали на ужбу но на самом деле всегда восхождение на ужбу считалось сложным и было сродни такому небольшому подвигу потому что во-первых маршрут не самый простой и я даже слышал что категория четверку дали эту маршруту специально чтобы не лезли туда люди закрывать клеточки там какой-то первой пятерка и чем-то еще вот сразу скажу что на этом маршруте очень много зависит тот условий то есть здесь можно как пройти ногами по снегу так и вешать кучу веревок ну и самое главное ужба это большая гора она не случайно у сванов там зовется там логовом ведьмы чем-то еще потому что очень часто вокруг синее ясное небо над ужбой сидит облако потому что она выделяется и облака на ней зависают вот переходя к плата скажу что помимо ужбы здесь несколько простых вершин есть пик в Чаровсков на переднем плане вот дальше Читын и эти вершины имеют на них можно подняться по простым маршрутам почти пешеходным при этом отсюда фантастические виды и очень их ну эти вершины советую просто вернувшись возвращаясь к плата чтобы попасть со стороны России сюда нужно было пройти ужбинский ледопад он достаточно серьезный сложный и ну относительно опасный потому что он узкий все летит с Грузии тоже есть ледопад но он значительно проще и с Грузии ужбинская плата доступна вот опять же тот же ледопад что вначале был на фотографиях мимо него проходите к леднику ужба цветочки вот собственно массив ужбы чтобы попасть на ужбинская плата достаточно пройти просто у подножия полюбоваться всей этой громадиной вот вот нарисована нитка подъема на ужбинская плата здесь как бы есть ледопад но на самом деле он обходится и достаточно кошек связок можно идти пешком то есть на лазни мы ни разу не переходили в сложные года когда разрывы от борта до борта когда обходят вот сверху вот по этой полочке в этом году такой обход был бы более трудоемким ну двоечный да то есть если вот ну лизопада обычно да там троечный двоечный как-то так да то есть наверное 2-2-2-б ну нет по современным условиям наверное даже 2 потому что ну возможно мы просто чуть ходили более опытные группы и смогли как бы пройти пройти пешком пройти пешком там удалось проблем не было то есть вот да то есть обязательно есть трещины то есть обязательно нужно связаться то есть нужно иметь навык хождения в связке либо опять же повторюсь опытных гидов инструкторов или напарников которые вас научат приведут занятия но я считаю что в принципе вот Ужбинский перевал со стороны Сванетти доступен относительно начинающим туристам альпинистам то есть не совсем новичкам в горах возможно это второй выезд там или как-то так то есть очень красивые сираки вот вершины Ужбы но все это сбоку пройти можно по поснеженным полям вот так выглядит Ужбинская плата самого плата направо гробадина Ужбы до нее перепад метров 600-700 и отсюда малыши небольшие вершины Пикчуровского и Читын у этих вершин тоже есть всем известные всем альпинистам известные большие стены но они сейчас вот так но они все обрываются на северную сторону отсюда вершины доступные по моему на Пикчуровского маршрут два категории сложности на западный Читын тоже два категории сложности достаточно простые виды на север сюда огромный перепад потому что вот шкельдинский ледник он далеко далеко внизу находится тоже вот вершина Шкельда известная корона Эльбрус вот как раз классический путь наверх и вот сама Ужба что касается вот этих небольших вершин Пикчуровского и Читына то они интересны не столько не как самостоятельные восхождения спортивные столько как шикарные обзорные точки они очень красивые то есть отсюда самые замечательные виды на Ужбу то есть можно подняться в хорошую погоду сделать отличные фотографии мы свое время как раз я еще ходил как бы на Ужбу до этого в свое время со стороны России как раз ходили через Пикчуровского траверс и вот фотографии отсюда тоже вот Ужбинская плата очень красиво смотрится единственное что как я уже говорил Кавказ тает активно и то что вот сейчас на следующей фотографии Пикчуровского в 2008 году мы ходили летом был снежный можно было спуститься пешком по снегу на плата то сейчас спустя сколько там 13 лет это скальный гребень он не очень сложный он простой но он осыпной все отваливается падает и поэтому не факт что такое восхождение например будет очень приятным поэтому мы в этом году были на плата с целью акклиматизироваться перед вершиной Ужбы и сейчас чуть дальше и для этого сходили как раз на Читин маршрут на западный Читин ледово-снежный сильно как бы не растаял раньше просто не было вот этой трещины Берга и в принципе его можно ходить и сейчас без проблем два категории сложности отсюда еще можно сходить чуть дальше на главный Читин там уже 3Б категория там где-то сложный гребень в 6 веревок то есть категория за это не знаю если он в классификаторе его как бы и туристы ходили то есть примерно мы от ночевки вот на предыдущей фотографии есть палаточка внизу это вот примерно снято с вершины то есть за час поднялись на вершину уже то есть понятно что ну где-то шли пешком местами чуть-чуть где-то пролезли и понятно что тут уже вершины не совсем для новичков либо новичкам должны провесить веревки куда они встегнутся и поднимутся мы поднялись под трещиной пешком здесь чуть-чуть пролезли крутя промежуточные буры одновременно то есть было не страшно нормально просто на всякий случай потому что падать есть куда если подскользнуться чтобы ну лететь далеко да здесь находится внизу перевал Челат он 3Б категории сложности там большие ледопады и там все серьезно да так совершенно тоже очень понравилось то есть сверху такие статистические гребни виды ну прям здорово вот вершина уже северная жба и там знаменитые зеркало стена который как раз Михаил Хергиан в свое время пролез и ворди этот маршрут даже не повторили Сергей а ты бы в четверку выпустил такой вот радиальный выход через с юга на злато и на 14 я думаю что проблем как бы ну нет выпустил тут сложно говорить нет я думаю что про проблем как бы я не вижу понятно что возможно все зависит от года как я повторяю то есть в этом году как бы условия были очень хорошие поэтому например на северную вершину тоже сходило очень много групп и даже ну в какой-то момент даже чуть-чуть ну эту ужбу условно ну не то что обесценило ну прям то есть ужба никогда не была коммерческой горой а в этом году достаточно как бы отличное сочетание льда и снега то есть не было не было лавина опасно но при этом не было голого льда и можно было там все-таки идти по каким-то ступенькам и появилась возможность очень много групп сходило там российских у меня там друзья знакомые из Харькова сходили из многих регионов поднялись вот это вид с Четыны на Безенги тоже вот Безенгийская стена вот Тетнульт это другие пятистричники уже находящие на территории России Дехтау и Каштантау тоже северный массив большие большие горы снежные тоже вот Ужбинская плата Ужба теперь расскажу о восхождении по классике на саму Ужбу то есть до этого были вершины которые доступны людям с минимальной подготовкой сейчас перейдем чуть-чуть к более спортивным восхождением то есть восхождение на Ужбу по классике идет с так называемой подушки поднимаются на нее на ней либо ночуют и дальше до скал Настинка это вот эти скалки это место называется лопата до гребня и по гребню сложность восхождения в том что все провесить веревками невозможно очень далеко большой перепад поэтому в сложные в сложное время в сложной обстановке провешивается участок до гребни дальше ходится пешком может быть там иногда со страховкой крутят буры мы в 2008 году нам повезло мы ходили специально в конце июня начале июля мы вот тут повесили веревки дальше сходили вообще пешком под сезон было много снега тут на самом деле не очень круто просто тоже есть куда лететь когда страшно она может быть лавина да тут уже серьезная гора и нужно уже оценивать тоже обстановку потому что вот сейчас где-то там друзья на фейсбуке парень гид повел клиента они должны были идти траверс ужбы они молодцы поднялись сюда покопали попытались застраховаться все в шариках в изморозе в этот склон мог в любой момент уехать они посмотрели и решили обойти обошли четверку по пятерке Б с другой стороны то есть оказалось так ну там подготовленный клиент подготовленный гид оказалось так проще и безопасен потому что тот маршрут скальный то есть не всегда не во всех условиях ну не при всех условиях вершина доступна да да то есть часто тут я вот до гребня ходил два раза мы еще ходили один раз там тоже в походе у нас не получилось подняться мы вышли дошли до гребня уже поздно был час дня решили спускаться потому что была новичковая относительно группа там для горной пятерки не очень опытная и развернулись вот ну и и в любом случае как бы восхождение на ужбу это целый день то есть люди поднимаются если рано выходят с ночи там поднимаются может быть там ну достаточно рано там в 10 в 11 часов дня но все равно спуск по гребню с карнизами он как бы требует времени вот тоже это так так выглядит подушка сейчас там немножко протаяла но все равно на нее есть как бы пологий заход это вот фотография 2008 года как раз он подъем какие-то веревки наверное висят внизу дальше это уже участок гребня то есть в принципе гребень в нашем случае он был снежный и достаточно безопасный но все равно хорошо помню момент когда обратно иду по этому гребню проваливаюсь ногой понимаю ногу а там сванете на той стороне дырка около камыша так бы кардис наверное упал не упал где-то дырка сквозная поэтому аккуратненько ползаем по гребню регулярно сейчас как раз покажу будет место с гребнем между ногами потому что вершина ужбы интересна тем что она пик достаточно остренькая и там собраться 20 участникам сложно висят карнизы некоторые пугают что на ужбе какие-то могут быть карнизы бабочки в две стороны ничего подобного нет все-таки не настолько сложная гора нормальная но тоже требует как бы аккуратности я знаю истории когда здесь на гребне уже был голый лед когда люди серьезные альпинисты они уже ходили там веревки провесить тут где-то длинный гребень метров 400-500 то есть сложно траверсом они они уже прям конкретно лезли с двумя инструментами крутили буры постоянно нам удалось пройти пешком вот вершинка и вот где-то вот как раз человек на гребне тоже есть как раз к слову это вот южная вершина то есть ужба в любом случае это вершина для подготовленных уже туристов альпинистов сложная даже не из-за маршрута потому что можно маршрут четвертой категории сложности найти на более простую вершину лучше его сходить да из-за того что ну очень часто люди поднимаются в непогоду не могут быстро нормально спуститься у нас ну то есть я знаю что маршрут на ужбу как раз ходили нилов с головченко это ну кто не знает это ребята дважды сколько раз выигрывающие золотой ледоруб сильнейшие альпинисты России они ходили правда зимой но все равно это маршрут четверки это была история потому что их там как раз спасатели КСП Шхельды вели сопровождали у них там занял 20 часов подъем спуск сплата и обратно потому что ну вот зимой голый лед сложный даже у топовых серьезных альпинистов ну как бы восхождение отнялось силы и куча времени чуть-чуть расскажу если говорить о сложных вершинах про бензинский стену к сожалению как я уже говорил из России она сейчас недоступна от нас можно ходить подниматься на вершины 100 метров на вершины в главном кавказском хребте на границе не доходя 100 метров до самой вершины но на самом деле согласовать это даже ну это такой разрешенный план практически невозможно мы в прошлом году посылали заявление ФСБ и тот отказ там ну по разным причинам потому что у нас было несколько восхождений оказалось что между ними должна быть какая-то там неделя времени что-то еще то есть то есть да значит да 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 сталкивающихся с бюрократией у нас никто как бы не естественно не заинтересован в развитии туризма и альпинизма на государственном уровне нам это не нужно без ингей нельзя оформить что в лагере без ингей нет 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 в лагере сейчас оформить нельзя просто если раньше тоже было нельзя но лагерь давал добро и можно было ходить не афишируя сейчас внизу здесь вот на джангекоши пост бинокль и все за всем следят лагеря с хилл якобы охраняющих ну не знаю я знаю что у нас разрешение зависит сильно от республики потому что в Кабардино-Балкарии тяжело в Карачаево-Черкесии гораздо проще там ходят вот на тот же Доллар ходят на кирпич вершину спускаются по гребню то есть очень зависит от управления конкретной ну да конкретной на Казбек все ходят да проблем нет вот сама Безинская стена это огромный массив 11 километров вершина Гестела 4 800 дальше идут пятитысячники Джанги Тау Шхара то есть достаточно серьезное как бы препятствие траверс стены это маршрут уже в высшей категории 6 и в альпинизме и в туризме там если еще добавить километров в виде похода вот как раз вершина Титнульт сейчас очень популярно ходить часть западной Безингридской стены поднимаются по классике по 2 кб на Титнульт спускаются по этому гребню это четверка альпинистская и дальше ходят например через Гестелу в этом году так грубо ходило это естественно все ходится как раз из Грузии из Фанетии но это достаточно популярно и уже не очень сложно то есть можно ходить в походах пятой категории сложности что? считается как тряга или как любая? ну можно как кто хочет если нужно как 3а можно 3а писать если это пятерка то 3а пишут если шестерка то 3б то есть кому как нравится вот спуск стетнули такой мне удалось побывать на Безинкельской стене зимой мы пытались пройти зимний траверс у нас не очень получилось мы дошли до вершины Катын чуть дальше и потом как-то взвесили все запротив там увидели страшный прогноз и решили спускаться вовремя испугались потому что дальше тоже какие-то узкие гребни но через год после нас альпинисты из Санкт-Петербурга как раз прошли зимний траверс стены потому что до этого никто пройти не мог потому что достаточно сложные условия еще получается что как бы стена фактически такой водоразделы и в плане там долин и в плане каких-то воздушных масс то есть там очень сильно часто дует на этих гребнях вот это вот как-то вершина Шхара сплошная техническая работа все время да высота жандармы ну и вот Шхара а ну это Джанги Таустина так выглядит со стороны Грузии вот тоже какие-то кусочки у меня супруга летом ходила Шхара Джанги траверс из их восхождения вот такие карнизики то есть вот такой серьезный уже альпинизм это наша зимняя фотография с Катына тоже Эльбрус ну то есть все время карнизы то есть это достаточно уже нужно быть подготовленным и опытным чтобы понимать где можно идти где нельзя как страховаться чтобы все было безопасно при этом есть места где можно поставить шатровую палатку даже на маршрут сложный маршрут из Грузии на вершину Шхара как раз вот Бекнух Хиргиани его ходят раз в пять лет примерно то есть относительно популярный потому что ну команд конечно ходячих вообще сложный маршрут не так не так много сейчас в Грузии по крайней мере дальше перейду к восхождению на Ужбу мы на этой вершине были буквально несколько недель назад это нитка маршрута Льва Мышляева на южную Ужбу то есть это такой достаточно сложный частично стеной маршрут подход под стенную часть идет по ребру дальше стенная часть и уже там полочками гребнями к вершине выбрали этот маршрут потому что сейчас Кавказ тает Ужба тает и казалось бы известна вершина Ужба очень крутая смотрится все равно как бы на самом деле вблизи это большая грута щебня вот южная вершина особенно то есть есть вот пологие как бы участки где раньше было много снега сейчас этот снег тает и с этих полок летят на бастионы куда-то летит мусор летят камни и плюс маршрутов по столбу это вот этот кусок заключается в том что под него идет пусть и разрушенное и страшное но выступающее ребро и все летит вправо и влево то есть по ребру можно нормально безопасно подняться пройти тоже была уже такая фотография то есть обошли ледопад поднялись наверх понятно что ужба вершины не очень высокая южная ужба высотой 4700 метров и в больших горах на такую высоту можно идти опытным альпинизмом туристом в принципе без акклиматизации но на технически сложную гору конечно нужно акклиматизироваться поэтому в этом году мы сходили Лайлу сходили Чит Ин еще до этого ходили трек простой под восточные склоны ужбы потому что если нужно лезть хочется чувствовать себя хорошо а не с одышкой то есть на какую-то большую гору как Эльбрус там Казбек можно сверху и потерпеть и чуть-чуть медленно пойти там подышать тут нужно чувствовать себя хорошо это вот крутая стенная часть подъема Лазния где-то некоторые участки до 6б остальное проще то есть наверное то есть что ну он весь как бы маршрут он 90 градусов иногда с отрицаниями там где-то висит выбрали да еще этот маршрут потому что он действительно по большей части лезется то есть потому что дальше по столбу идут идет много там маршрутов например в частности маршрут Моногарова он пробит шлямбурными крючьями каждые там 30 сантиметров не знаю там полметра то есть это наверное когда они там ходили в 60-е годы прям ведрами наверное приносили эти крючья и они там били-били-били то есть просто то есть как кто-то в отчетах написал как тараканы в разные стороны разбегаются просто с одной точки можно там посмотреть 20 шлямбуров то есть это свой стиль и все сейчас как бы так не очень интересно спортивно и не очень безопасно потому что все эти шлямбура старые они так вроде висишь не вылетают но если срываться на него не хочется да здесь возможность лезть страховаться своими точками использовать современное надежное нормальное снаряжение и более-менее нормально да без проблем рельефа хватает вот он столб вот вот камин мышля по этому как бы внутреннему углу туда он наверх дальше на стол ну не откол внутренний угол получается большой большой масштаб то есть вот где-то отсюда до вверх где-то 8 веревок где-то метров 400 вот этот кусочек а нет нет то есть там как бы камин внутренний угол иногда как бы выходишь на стенку то есть оно да 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 вот подход под маршрут под такому как бы вот этому ребру то есть на ребре тоже где-то 7 веревок 2 из них пятерочного лазания то есть как такой самостоятельный небольшой маршрутик можно сказать ну сильно разрушено поэтому очень аккуратно многие альпинисты в описаниях на все это ругаются но мы на самом деле в походах обычно вот такой ходим то есть сложнее лазания то у нас и нет поэтому нам с рюкзаками привычно а им сложно потому что нужно же затащить лагерь еду все остальное и сложнее ну тут просто кто к чему привык какие-то старые веревки как бы висят за которые можно придержаться но мы везде вешали свои перила сегодня впервые за последние дни ночь была без осадков поэтому скалы более-менее сухие потому что вчера когда вешали перила по ним текло все было мокрое приходилось это лошадь спать вот лесенки сейчас вот только вот глубокие карнизы с водой ой камины с водой мокренькие а тут скалы подсохли вот там сверху под карнизом Дима попал вчера в настоящий водопад и промок до трусов замерз но героически провесил свой участок перил один 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 из самых сложных моментов подъема на стол фужбы не потому что сложные лазные хотя это тоже скалы обледенелые натечка везде а потому что сверху льет вода капает сейчас 8 утра уже она течет прилично а вчера когда Дима здесь вешал от веревки после обеда был здесь настоящий водопад приходилось лезть под водопадом вот как-то так возвращаясь к столбу то есть вот у нас получилось так что мы вышли на ночевки где-то к 3 вечера хотели дальше уже обрабатывать столб но полетели сверху камни причем было очень неприятно потому что тут две ночевки одна безопасность она ниже вторая выше у нас нас было 5 человек двойка должна была вот их желтая палатка ночевать сверху туда летят камни говорят мы ночуем с вами в вашей палатке или сидя рядышком как влезем оказалось просто в маршрут ходила двойка из Питера они спускались сверху через карниз их не было видно и они ну как бы не производили нас ссыбыли камнями и потом конечно когда они спустились стало понятно что сами камни тут сверху не слетают тут достаточно монолитный бастион и более-менее безопасно но к сожалению мы не смогли обработать заранее маршрут потому что стоп сложный его мало кто лезет как бы сходу сразу потому что все описания что были у нас даже у сильных лепенистов все хоть часть его заранее провешивали поэтому мы решили не спешить прогноз был погода была и следующий день у нас было сколько-то шесть веревок мы как раз повесили две веревки спрямили одну и так далее всякие хитрости искали почти до верху провесили веревок с собой шесть веревок с собой мы брали веревки с запасом единственное что как я на видео сказал у нас нижнюю часть провесил я где-то до середины дальше Дима вешал веревки и сверху попал водопад нас спасатели предупреждали что там несколько групп уже пытались залезть не смогли пролезть даже потому что он говорит что прям заливает глаза то есть смотришь вверх там прям ну сильно все тает такие струи ночью замерзает ночью все в корке льда можно но лезть по льду все равно уже не получается приходится лесенки и так далее то есть мы на самом деле да что касается лазния как-то чисто не чисто пролезть не старались потому что мы вообще больше туристы чем альпинисты это мы так просто развлекаемся главное было пролезть поэтому в любом случае у всех на ногах крюка ноги лесенки то есть если что-то там страшно все ты стюгиваешь лесенки быстро там кусочек проэтеошел в лесенках поднялся дальше перешел как бы на лазанья более простые участки какие-то лезешь в скальниках не тут сложно тут 6А6Б лазния причем это как бы горы не скалодром поэтому ну то есть в любом случае в скальниках ботинках такой не пролезешь достаточно чтобы несколько фотографий таких вблизи уже это вот быт наш после обработки во время сейчас чуть-чуть закатиков у нас команда была такая что трое было преимущественно туристы больше увлекающихся альпинизмом а двое ребят были больше альпинисты которых мы тоже заманили собой в туризм такой полупоход потому что Леша он инструктор фар достаточно такой серьезный продвинутый альпинист вот это поднимаемся внутренний угол вот как раз внизу грузинская полка там вот где-то вот место под одну палатку вот здесь краешка второе место аж дальше совсем безопасное вот тоже подъем наверх как такая учащерение еще с поторанского лыжного похода пристегивал тут неудобно было рюкзак иногда на крутым рельефе вешаем рюкзак под себя потому что он тогда не откидывает не оттягивает но здесь как бы были какие-то выступы и такие моменты поэтому рюкзак был на плечах удобно оказалось прямо самострах рюкзака защелкнуть выше жумара тогда тоже ну мы верхней системы не брали но тоже никуда оно как бы не откидывало было более-менее да лезли в беседках какие-то кусочки нависающие небольшие потом уже спрямляли веревки чтобы удобно удобно было подниматься вот пролезли столб и вышли в такое корыто очень неприятное потому что тоже вот живые камушки все живое достаточно было сложно и страшно идти тут со мной произошла такая ну расскажу да немножко стыдно признаваться но расскажу я умудрился уронить кошку в пропасть с ноги то есть вроде как бы не первый год хожу в горы вот как бы такая ошибка если говоря о снаряжении могу сказать да что о кошках то есть понятно что жесткая кошка с передней дужкой для ледолазм для технического альпинизма конечно лучше но горы и такие горы полупоходные горы нужно конечно брать кошку с пластмасской может она сидит чуть-чуть можно не мягко но они не мягко просто впереди с пластмасской потому что у меня относительно новые ботинки это третий выезд в горы то есть нормальные хорошие кошки но мерил дома и вот вначале все восхождения кошки не взлетало ничего здесь она вот рант какой-то момент стерся и все оно начало слетать не слетать еще если там в походы мы берем всякие шурупы можно закрутить вран шурупы что-то сделать то здесь все случилось очень быстро я даже соскочила кошка еще веревочка сразу сквозь ногу проскочила достаточно неприятно потому что мы планировали траверс уж бы и если сюда здесь вершина скальная и ребята могли повесить веревки я по ним бы поднялся зажимарил то северная вершина я только что показывал там без кошки очень долго делать нечего это авантюра туда можно было пойти но это не нужно мы не пошли подошли по по такому корыту под вершину столба и вот еще условно две веревки до вершины столба здесь кстати лазание тут просто так вот снято не видно на самом деле оно все висит и казалось бы сложнее и другие группы здесь и ты ошли а у нас здесь наоборот сухие скалы и там некоторые знают Ваня Артемов здесь залез лазание без проблем просто ну то есть очень многое зависит от состояния конкретного участка где-то льет где-то лед где-то сухие скалы здесь например все отлично влезли влезлась вот на горизонте Сванесский хребет тоже ушки другие наш быт плюс этого маршрута в том что никакая платформа несмотря на то что это шестерка альпинистская не нужна то есть есть полки здесь комфортно здесь можно посидеть полюбоваться закатом отдохнуть здесь наш быт кухня не смогли даже на пинское восхождение отказаться от автоклава потому что можно с собой взять нормальную обычную крупу там не какие-то там роллтоны и так далее потому что они варятся моментально вскипятил все заклавилось оставил в сторону поел ну и джетбойл в нем иногда удобно было топить снег сливать в автоклав и кипятить чай потому что варить в нем неудобно то есть если бы брал бы ну не джетбойл а реактор мср да если бы было только условно горелка подобного типа то это что-то быстрорастворимое такое решили как бы ходить с комфортом потому что я считаю у нас получилось то что вся моя такая философия в горах говорит о том что даже на сложных маршрутах можно отдыхать любоваться вот как там закатом то есть сложность маршрута это не повод говорит что все у нас спорт мы там не отдыхаем настраиваемся то есть ну горы они горы можно любого считается что для низких высот 500 а потом она плохо горит у нас все горело отлично в опытных руках все горело нет у нас да проблем у нас все горело еще на самом деле у нас даже когда горелки это еще было не реактор это был wild burner да или как-то да называется у нас даже есть кастрюля на всю группу под эту горелку просто мы поздно сообразили что кажется кастрюля бы сюда бы подошла мы бы не взяли взяли автоклав могли бы взять еще и кастрюлю то есть на самом деле комбинация вот этого готовочных средств много и можно мы многие ну не знаю может быть на совсем больших высотах у нас здесь вообще проблем не было то есть горело все отлично дальше маршрут как бы от ночевки к вершине идет по таким гребешкам тут микс твой лаз не очень сложный и вот на вершине бастион выходит сбоку по полке сложность этого участка что отсюда уже мы ходили радиально у нас один участник не пошел наверх ну он с одной стороны выручил меня дав мне свои кошки с другой стороны он за неделю до отъезда 39 температур еще лежал с ковидом и не очень хорошо дышал мы он изначально поехал с нами так что он гуляет отдыхает и если у него все хорошо более-менее то он идет дальше да да в итоге у него как бы ну то есть да все хорошо но видимо не настолько чтобы куда-то там лезть и радиально быстро он как бы сказал что останется в лагере плюс еще тут личная философия например он сказал что я до этого на маршруте не работал веревки не вешал мне на вершину не интересно я еще раз вернусь когда поработаю то есть ну каждый же как может отдыхает как хочет интересным моментом стала полка в обход вот вершинного бастиона потому что ну здесь участок простой пологи а потом куда-то уход наверх и вроде как бы лазни очень сложное и все монолитное но я вот здесь лес первым страшно потому что там стена здесь стена и в горах все-таки не привык доверять рельефу на сто процентов тем более в таких горах это не Крым какой-то там скалолазный и всегда лезешь так что вот ждешь что сейчас здесь отвалится я еще не упаду ничего и тут конечно немножко такой вот нужно было там бороться с собой да с головой да то есть говоришь что все нормально рельеф здесь монолитный по описанию монолитный лезу аккуратно да потому что на скалодроме какой-то такой момент там где-то даже там у меня было небольшое отрицание там закинул ногу оно простое там залез и все здесь прям нужно было там я бить крюк такой который потом еще потерять кто-то будет выбивать потому что страшно старого да железа условно было много в том числе железо было деревянное были старые деревянные клинья с пройдетой веревочкой были кованые ключи то есть во время Лев Мышляев с напарником прошли маршрут это в 60-х годах причем вдвоем то есть это было просто как бы они были на вершине там технического альпинизма сейчас бы даже прошли такой маршрут они бы выиграли могли бы выиграть золотой ледороб современный потому что это новый маршрут там на сложную вершину а в те годы с тем снаряжением это был прорыв это уже выходим на вершины гребень сняты на спуске наша ошибка была прочитав про двоечные скалы они взяли веревку оставили веревку около спуска оказалось что эти вот живые камни лежат где-то просто над пробытью и ты понимаешь что ты уставший то есть нужно как-то аккуратно спускаться ну то есть веревки нет то есть можно вступиться и поэтому приходилось прям максимально себя там мобилизовать что вот шаг там ну все ну и мне всегда как руководителю страшно еще за группу потому что ну я тоже переживаю что ну веревка нет веревка там очень далеко то есть ну веревка она конечно условная то есть тут тоже на гребне страховаться не страховаться понятно что да 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 нет в любом случае на вершине мы были достаточно поздно были какие-то флаги люди то есть радостные ничего не увидели туман да были достаточно поздно были где-то без 15 минут 5 вечера уже но вот так на эту вершину ходят все то есть предыдущие ребята в двойке поднялись еще позже там на полчаса до этого по описаниям люди ходили позже отличие отличие было только в том что люди предыдущие группы не успевали спуститься засветло чуть-чуть спускаясь с фонариками в темноте а мы попали в непогоду на спуске погода испортилась потому что эта фотография еще на подъеме снята просто я вот сейчас расскажу про этот момент мы не выставляем время контроля потому что нет не то что не гуляют я на самом деле до этой вершины ночью наверное мы достаточно опытные мы все мастера спорта и достаточно как бы в том плане нет ну я с вами не согласен давайте спорить сейчас не буду дело не в том то есть в любом случае мы много раз я много раз возвращался поворачивал и отказывался от вершин очень много раз и иногда отказывался от целых больших экспедиций походов потому что мне казалось что что-то идет не так все сворачивали возвращались здесь имея описание и понимая что это стандартный нормальный вариант в смысле график выхода на вершину и так к сожалению уходят все потому что вершина далеко и там нужно проделать большой объем технической работы по-другому сходить быстрее не выйдешь то есть в принципе да мы все в этом плане контролировали наверх на маршрут прошли на маршрут прошли не помню там около 6-7 утра а выше бы в 3 утра как в 3 утра лезть вылазите скалы сложные вечером сложно в 3 ночи выходит на Эльбрус потому что там пешком а по 6-шным скалам 5-шным не выходит в 3 ночи потому что нужно лезть ночью никто не лазит потому что камень прилетит и оно плохо плохо кончится проверить что вы веревки до ночевки да? что? до ночевки веревки проверят нет всего веревок достаточно много всего веревок достаточно много на маршруте поэтому как бы и долго шли что веревок 12-13 от лагеря до вершины вот здесь зуб здесь мы веревку оставили сложность была дальше я расскажу сложность была в том что испортилась погода пошел мокрый снег все промокли до нитки потому что по стенам сразу везде потекло оно начало таять и мы буквально полтора часа не успели спуститься примерно 4 веревки не успели спуститься до лагеря и вот оставшийся кусочек мы спускались часов 5 потому что к сожалению наложилась на темноту погода у нас ты включаешь фонарь перед тобой стоит стена тумана вообще ничего как бы не видно ну не спеша аккуратно все спокойно спустились сюда здесь была большая проблема с этой точки найти полочку потому что по этой полочке вообще прошли пешком а вот попасть на эту полочку как бы ночью в тумане очень тяжело потому что здесь большая стена то есть страшно уйти на стену мимо потому что здесь тут полка кончается там ну то есть мы ее искали достаточно долго уже кто-то предлагал спокойно ждать утра ну при этом это там ветер непогода снег там все достаточно так это серьезно ну в итоге все хорошо как бы кончилось спустили самое интересное вот Костю который остался в лагере мы даже слышали видно не было видно было вообще то есть метров 20 была видимость фонаря то есть даже дальше ну потому что очень густой туман и как бы достаточно было сложно ну про то что как бы не знаю там поворачивать не поворачивать ходить не ходить как бы сложно рассуждать так отдельная лекция да дальше это маршруте следующий день так и спустили где-то примерно ну там не знаю в районе часа ночи поужинали или где спать оставив там две нижние веревки пошли сняли веревки вернулись в лагерь и имея как раз интернет и прогноз в этот день дальше столб ниже не пошли и совершили ошибку потому что конечно горы такого не прощают потому что было время можно было уходить но на завтра обещали хорошую погоду мы смотрим несколько сайтов все хорошо да то есть прошли какие-то тучи облака и прогноз не подтвердился да в итоге мы сняли веревки быстро весь день следующий бездельничали там играли в карты отдыхали утром нужно уходить наверх пошел ой вниз пошел мокрый снег вон такие тучи над дангузаруном все достаточно как бы пошел мокрый снег достаточно тепло то есть все мокрые поэтому то есть никакой гортекс ничего не спасает потому что он спасает так но если у тебя течет по стене оно затекает в рукава у тебя мокрые перчатки у тебя как бы то есть это нужно какие-то ну какой-то серьезный комбинезон изоляцию одевать да потому что мембранка не спасает абсолютно да и тут сложность была в том что вот если говорить о бастионе сверху большие карнизы не спускаются я сейчас отмотаю чуть-чуть обратно о как раз попался фотография спускаются вот здесь вот напрямик но нужно вначале обойти карнизы да и карнизы мы сразу не попали не обошли не попали на линию стена мокрая идет снег маятником по ней ходить невозможно она скользкая то есть даже там на 20 метров насколько-то там на всей веревке не уйти то есть ну чуть-чуть можно уйти маятником так бесполезно промахнулись пришлось обратно подниматься жумарить наверх вот то есть это все время все мокрые все и в итоге спускались вниз сложный момент наверное самый сложный из-за всего восхождения потому что ты спускаешься на станцию дрожишь весь мокрый есть в рюкзаке еще пуховка но ты ее наденешь и она тоже сразу промокнет и жалко и пуховка она как бы не спасет и если так промокаешь на плоскости ставишь палатку кипятишь чай делаешь глоток спирта если нужно перед тем спальник если он есть что-то еще или начинаешь активно двигаться куда-то дальше спускаться то есть на стене к сожалению пока тебя там друзья не сдернули веревку не принесли тебе ты дальше не пошел ты никуда деться как бы не можешь вот поэтому спускались как бы в таких условиях достаточно холодно сложно и просто чудо где-то в какой-то центральной части когда уже были тучи ушли солнышко стало тепло хорошо то есть нам очень в этом плане в этом плане повезло да то есть сразу стало хорошо и комфортно и нормально да нас помиловали нас там отпустили сразу как бы стало ну проще да здесь вот как бы вот здесь уже нету что там дальше массив мазири он закрывает как бы гору от вышек да в верхней части столба интернет есть ну там что-то достать у меня фотоаппарат промок все промокло потом потом все сушил техника сразу ну просто просто с карнизов прям льет прям конкретно льет вот как бы спуски по таким маршрутам имеют такую особенность что нужно все очень четко и хорошо продергивать сдергивать потому что если у тебя веревка не сдернулась залезть обратно ты возможности не имеешь то есть просто вытягиваешь только можешь и обрезаешь ее ну чтобы там у тебя она идет дальше в расход тут вот как бы очень все зависит от последнего или последних потому что все нужно максимально аккуратно стараться чтобы они не ну а что петли оставляли да оставляли петли нет здесь как бы многие спускаются есть старое железо есть старые петли ты просто все перебиваешь старые крючья и так далее очень нет ну на самом деле есть и старые шлембура в них позознательно конечно прощелкиваешься но очень страшно потому что если какая-то на такую станцию рывок нагрузку все оно по 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 вылетает поэтому лучшая станция это какой-то откол какой-то камень потому что даже вот на этой гладкой стене много разных вот таких вот нашлепочек которые достаточно выглядят кажутся монолитными более-менее привет сейчас совершенно узбую по столбу пытаемся попасть маршрут характерников хотя большие карнизы погода не очень идет снег дождь очень холодно мокрый до трусов это уже какой-то такой пограничный момент когда я смог камеру достать и пытались спускаться вниз еще очень далеко сюда уходит большая-большая стена будем дельферять наверно до ночи вон там ребрышка там дальше ухлопит ухлопит вот тоже следующий вид уже спустились вон оттуда только что спустились столб южной ужбы эти довольные лица людей которые спустились со столба спастлись или так ну было да мы не только вниз дельфериали но еще и когда дельфериали не туда мы жмарили наверх вот это было особенно интересно ваня как тебе погода погода офигительская в какой момент в начале или потом или потом после начала в результате высохли подсохли все уже я даже думал какие мы дураки что вчера не пошли я тоже так думал вот блин ленивые уроды вчера не полезли вроде я тоже подумал думал надо было вчера есть конечно гора ну я рукой снимаю да да свалить а вы тут это все логично ставим в лагерь ну на самом деле конечно еще в сильной команде хорошо ходить потому что по ребятам по всем было видно мы на станциях встречались здесь уже солнышко внизу да так кто-то приходит придет расскажет анекдот угостит шоколадочкой там в принципе видно что всем сложно но все как бы дело привычное даже я бы сказал спокойно что? флешечки в кармане не было не настолько да вот тут как бы да вот это восхождение пример того может как на вершину достаточно легко зашли она спустила на спуске начались приключения поэтому возможно где-то мы не доработали возможно такая погода возможно что-то еще то есть как-то да расслабляться совсем наверное не стоит до последнего подводя итог наверное хочется сказать что флешечки действительно прекрасно доступно для разного вида отдыха и немножко экстремального и не очень если как бы говорить про ужбу то ну хороший опыт не знаю пойдем ли мы такие восхождения дальше в походах будем ходить или нет но ну просто всегда хочется как-то развиваться в плане гор хочется ходить что-то новое если для альпинистов подготовленных эти восхождения дело привычное то для туристической части группы это было в новинку попробовали что это такое дальше будем думать продолжаем что-то подобное или например наоборот там пойти на лыжах отдохнуть или на чем-то еще то есть сменить вид активности наверное это все поэтому если есть какие-то вопросы по не знаю по сфонете по всему то есть мы немножко заканчиваем таким экстримом да ну да хотели вначале траверс возможно да спуск через траверс был бы технически проще да он был бы более сложный потому что впереди неизведанный кусок и на вершину пришлось бы лезть с рюкзаками там точно ночевать до вершины наверное где-то еще там на седловине вроде нет можно ночевать на седловине там она кстати потаяла там сейчас в Берге чуть спускаются седловины были еще площадки перед вершиной там как раз где мы оставили веревки у нас были с собой рюкзаки пуховки не знаю как всегда там перекус аптечка там все остальное то есть мы эти вещи оставили чтобы сходить радиально на вершину нужно было конечно не оставлять и не не лениться поэтому описание тоже нужно читать то есть понятно что там пешком и в описании пешком мы прошли пешком пешком может быть по-разному то есть можно идти пешком да можно идти пешком и страховаться веревкой это не отменяет пешего шага но при этом более безопасно поэтому есть такие нюансы в будущем тоже опыт учтем спасатели там преимущественно русскоговорящие то есть или уже больше английский язык потому что молодежи в Грузии очень много кто уже по-русски не руководит ну молодежи спасатели и пограничники все были русскоговорящие да но молодежь наверное как-то мы в спасателях там не видели особо да то есть да больше старшее поколение молодежь наверное все-таки может быть уезжает куда-то из дальше в Тбилиси в города учиться потому что вместе понятно что вузов чего-то нет то есть молодежь наверное ну да то есть проблем с коммуникацией не было единственная проблема это были молоденькие девушки официантки в кафе которые действительно русского не знали но все равно на самом деле и из Украины из России туристов настолько много что сейчас как бы все местные даже молодежь старается учить русский как бы многие говорят то есть такого нет потому что когда мы были как раз в 2008 году останавливались у сванов некоторые из них были альпинисты известные я помню сына одного из альпинистов он скалолаз молодой он по-русски не говорил я спрашиваю почему не учишь ну зачем разные страны зачем учить русский он учит английский чтобы что-то куда-то сейчас все-таки как бы в фонете очень как бы ориентирована как бы на ну и на мир нет на самом деле все-таки на Россию и Украину и русскоговорящих очень много нет я наоборот хочу сказать да что понятно что может быть кто-то кто мечтает уехать в Европу там живет в Тбилиси и так далее может быть у них с русским и проблема но смотрите люди снова начали учить потому что очень много туристов и сейчас все здесь перестроено под туризм потому что ну это как бы деньги люди нормально живут и это им ну нужно все с точки зрения спасов и спасов какие-то ну в Грузии есть вертолеты например сейчас вот кто слышал следил за ситуацией на Казбеке там упал Сирак туда прилетал маленький вертолет типа Еврокоптер то есть такой вертолет прилетит наверное и на столб Ушбы оттуда заберет ну теоретически я рассуждаю понятно что есть какие-то вертолеты и большие вертолеты типа Ми-8 есть подготовленные спасатели наверное ну что-то можно организовать но мы обычно ходим ну больше как туристы мы обычно ходим своей достаточно немаленькой командой чтобы в случае чего самим спасаться то есть это как бы ну уже привычка понятно что ну если что-то какой-то помощи не отказываемся связь есть и в любом случае ну наверное если бы что-то случилось кого-то мы бы точно напрягли и родственников спасателей там всех ну затем и большая команда чтобы если что-то случилось такое можно было скорее всего народ нашелся квалифицированные а так вот по времени ну понятно да мне кажется по сотряду не во всех ситуациях не прибежит ну вот как раз на Тит-0 за девушками из Беларуси прилетал вертолет тоже Ми-8 там было достаточно широко забирал да то есть как бы без вертолета туда вот например попасть на Южную Узбу куда-то выше столба достаточно тяжело потому что снизу это шестерочное лазанья с четверки траверсом противника это тоже долго есть еще там 5б маршрут более простой там сейчас классика на Южную Узбу простая пятерка достаточно то есть можно было тут но это в любом случае долго да-да-да если нужна экстренная помощь что-то такое это все поэтому что-то проще не-нет мы где-то не помню условно там часов в 7-8 утра вышли а ну нет большой да и в час ночи мы пришли то есть сколько-то а вы только на столбе в скальниках были или еще нет то есть все лезли все скальные участки лезли в скальниках то есть то есть на сколько-то раз переобувались там да-да-да то есть обычно происходит так что там даже на том же столб мы заранее проправитель например я там довешивал вверх столба то есть я перебываюсь в скальнике лезу без рюкзака я свои потинки снимаю убираю себе в рюкзак его либо я поднимаю за ним спускаюсь потом либо кто-то из товарищей его поднимает либо вообще лишний рюкзак разбираем убираем то есть да то есть без проблем переобутся потому что когда уже был выход на вершину там внизу были миксовые участки там и они как бы лезлись в кошках там тоже я лез ну в этом месте то есть там все прям с двумя инструментами в кошках то есть там ну не очень круто там не очень сложная лазни но уже как бы требует ледового снаряжения и даже страховались там страховка была интересна потому что можно было там где угодно положить закладной элемент где-то закрутить ледобур то есть можно было и так и так страховаться с российской стороны в районе вершины основные опасности все-таки обжорство и средней степени я еще раз повторю грузия очень туриста ориентированная все местные жители очень прям гостеприимные классные кухня шикарно есть национальные сванские блюда там как хачпури с мясом кукдари называется и вот что-то вот такой то есть на самом деле все классно шикарно вкусно кстати алкоголя винограда сванетти естественно нет поэтому вино привозное но стоит она сейчас столько же сколько внизу то есть разницы нет цене нету есть чача из крепких алкоголя и скрипка в алкоголе они да то есть они делают раке это ну и ну ара когда как по-разному называют яблочный самогон так вот свои еще раз повторю то есть можно брать семью компанию людей людей достаточно много несмотря на как бы на таких сложный период то есть мы налаяли встречали вообще как бы до встретили то прям идет поток коммерческих схождений на ужбинская плата это больше экзотика народа было меньше хотя вот тоже вот есть относительно простые вершины натянули тоже обычно много людей но например когда ходили трекинг восемнадцатом году ну потому что в этот раз мы трекинге не ходили сложно сказать но мы там не так много группы группы встречали то есть мы наверное там за пять дней длинного трекинга там пять групп встретили может быть в округе в день все я считаю что это как бы более-менее то есть это не то что как там в доломитах или в непале прям идет вереница по тропе и вообще никуда не спрятаться нет здесь еще не все-таки что в горах более-менее один ты да с кем-то там иногда пересекаешься здороваешься пересекаешься скорее всего на ночевках потому что это известные места которые есть в описаниях и люди попадать в администрации то что там переночевать так в принципе есть возможность наслаждаться горами природы спокойно спасибо за внимание и и и Продолжение следует...